друзья всем доброго времени суток вот я опять добралась до фруктов хочется сегодня апельсины яблоки я прям чувствую что мне это хочется сегодня 27 декабря 2023 год и через три дня сегодня вот среда четверг пятница суббота и уже воскресенье 31 декабря будет у нас к сожалению у многих на столах будут находиться спиртные напитки это же яд друзья мои я вам желаю осознанности здоровья вот мы часто на праздниках желаем друг другу здоровья так может быть настало время уже не только желать здоровья а создавать его своими руками но для этого нужны знания конечно ведь различные привязанности сигареты интоксикации алкоголь которая будет сейчас очень много к сожалению к сожалению ведь это все друзья про неосознанность очень многие люди сейчас говорят любовь к себе и одновременно с этим выпивают как можно говорить о любви к себе когда ты пьешь спиртные напитки это как раз таки очень огромная любовь не любовь к себе понимаете друзья мои я вам желаю осознанности это когда разум становится сильный и ты начинаешь становиться выше над всеми своими желаниями понимаете да это огромная работа это великий труд над собой но это стоит того ведь все мы с вами с каждым днем становимся старше и от того как мы будем выглядеть и как мы будем себя чувствовать зависит наш каждый следующий день понимаете поэтому я вам очень желаю друзья мои начать любви к себе когда мы по-настоящему любим себя мы любим людей вокруг себя все свою семью это как минимум хотим заботиться о своих своей семье потому что мы научились заботиться о себе как мы научились любить тебя какие мы знания получили в своей жизни ровно так человек и живет ровно такие плоды сегодня у нас есть да поэтому оглянитесь так сказать вокруг себя подумайте о том как же состоит наша жизнь сегодня это правда то чего мы хотели все ли нас все ли нас сегодня устраивает или впереди ждет огромная работа над собой когда-то раньше я поняла что очень важно а именно весна 2018 год получается опять с половиной лет назад где-то так я поняла о том что важно наладить все сферы жизнедеятельности да вот ниже не такие сегменты жизни чтобы они были все в гармонии чтобы вот это вот колесо баланса она что ровно красиво что поехала желательно еще и на какой-то комфорт красивой машине вот я уж так это не обязательно на самом деле да все начинается с понимание а что мы хотим в нашей жизни а как мы хотим нашу жизнь жить и самое главное понять а что будет дальше с нами завтра через год пять десять лет и далее если вот я сегодня буду тем же питаться если сегодня буду также употреблять все то что употребляю что же со мной будет как я буду выглядеть как я себя буду чувствовать в более такое в более через несколько лет да через несколько лет как если буду чувствовать как я буду выглядеть задайтесь вот этим вопросом друзья мои ну и еще хочется об осознанности ну потому что старость как я говорю периодически она будет у всех вопрос просто какого качества какого качества как я себя буду чувствовать как я буду при этом выглядеть ведь если человек на самом деле здоров он красив снаружи и это не косметика который пользуется я против ничего не имею это хорошо и немножко чуть-чуть подчеркнуть свою естественную красоту это когда мы начинаем познавать себя кто я есть в этом мире а для чего я пришел сюда и кстати вот восемнадцатом году весной я впервые начала задавать сама себе этот вопрос меня начала волновать мне начали начали волновать эти вопросы с этого началось моё саморазвитие духовный путь понимаете вот и это самые важные вопросы в жизни именно тогда начинает просыпаться душа когда мы начинаем думать осознавать и размышлять точка отсчета моей осознанной жизни началась с весны 2018 года пять с половиной лет назад вот эти годы прошли и я сегодня чувствую себя очень счастлива гармонична все сферы жизни действительно и наполнены заполнены и слава богу нашей семье все в порядке все стало в порядке чего и вам друзья я очень-очень этого желаю еще знаете что хочется сказать вдобавок раз уж у меня здесь фрукты на самом деле я тут не так давно на днях послушала впервые о шо и мне прям отозвалось потому что то о чем он говорит это как раз то к чему я пришла и вот он говорит такие фразы смысл в том что как же он это говорит ну в общем идея в том что все осознанные люди а их один процент населения ну слава богу что хотя бы один процент населения он есть это очень хорошо что он есть хочется чтобы было больше хочется чтобы было больше да и вот все осознанные люди да пробужденные да вот душа пробудилась вот послушайте а что я кстати прикреплю вот сюда обязательно вот к этому видео сейчас вот я его опубликую это видео и послушайте обязательно не пожалеете время готовьте занимайтесь уборкой куда-то вы идете по делам вот включите послушайте осознанно да разум осознанного человека о чем он говорит и вот я вот недавно начала слушать об этом случайно просто просто набрала в интернете вконтакте я просто написала пост об осознанности вот у меня вот захотелось мне так написать вот я стала готова написала об этом и просто поисковике где музыка я набрала слово осознанность и там вышел о шо я думаю ух ты думаю дай-ка я его послушаю и я его впервые слушала и впервые я его прикрепила в тот самый день по моему 4 декабря 2023 года так вот он говорит о том что все осознанные люди да вот разбужденные да у кого душа пробудилась пробужденные люди да они в одном измерении находятся то есть думаю так же мысли одинаковые а все остальные каждый в своем мире да то есть у каждого свои картинки какие-то у каждого свое представление о жизни на самом деле есть еще информация которую я изучила что есть три три слоя это люди которые живут в благости есть люди которые живут в страсти есть люди которые живут в невежестве чуть позже следующем году 2024 я уже буду готовить определенные темы потому что я чувствую что мне пора об этом начинать рассказывать потому что мне хочется чтобы люди как-то просвещались чтобы они менялись чтобы становились люди более осознанным потому что мне не все равно что будет завтра какие люди с каким мышлением люди живут в нашем мире на планете земля мне это очень важно и каждый из нас друзья можем положительно повлиять но для этого нужны знания для этого нужны правильные истинные знания я их искал и искал и истинные знания и слава богу я их нашла именно поэтому именно тогда когда я убеждена уверена в том что я все иду в правильном направлении а потом объясню откуда у меня это понимание знания пришло сейчас я вам уверенно убежденно сказать о том что до следующем году 2024 я буду готовить эту важнейшую информацию друзья мои именно для тех кому так же важно развиваться чувствовать себя прекрасно и душой и телом а еще что хотел сказать я еще хотел сказать раз обошел то что там многие такие моменты которые я также об этом думаю точно так же да вот я начала говорить о том что здесь раз у меня фрукты уж давайте я тогда скажу свою мысль о том что и он она у нас совпадает с ушел то что он говорит такие мысли не набивайте свой живот и вот я точно так же периодически я периодически говорю о том что не надо набивать живот ведь друзья мои вам для осмысления смотрите соедините две ладошки две ладошки соедините это наш желудок посмотрите он какой небольшой а какие порции мы едим добавки вот это все уже лишнее все это не нужно нашим организмом нужно всего лишь питать наши клеточки чем больше здоровых клеточек в нашем организме тем мы здоровее понимаете понимаете все всем друзья желаю осознанности и вот я очень желаю вот в эти крайние дни три дня до до нового 2024 года не бегать суетиться не нужно сейчас быстро сделать все какие-то как казалось бы важные дела сейчас важнее всего это если есть такая возможность уединиться и подумать о своей жизни кто я для чего я здесь правильно ли я иду в том ли направлении потому что то о чем мы мечтаем будут мечты у нас в следующем году да вот мы будем загадывать мечты и желания будем здоровье желать друг другу так давайте будем жить так чтобы быть здоровыми и морально и физически и духовно понимаете для этого нужны новые другие знания для того чтобы стать счастливым человеком вот счастья я вам хочу сказать точно нет в страсти там нет счастья там только одни лишь как же это слово то сказать забыла уже просто я сейчас просто это не испытываю там только одни лишь негативные качества и как же это слово то называется страдания вот просто я слава богу что не живу уже в страданиях вот там нет счастья это точно счастья нет в невежестве там его не мог там его нет не дано ему там быть есть счастье всего лишь только в благости понимаете это духовный путь это духовные знания многие боятся возможно духовности думают что это не будет материального нет это совершенно не так только лишь хочу еще добавить смотрите уже 15 минут у меня с половиной не думала я так что мне это затянет я хочу вот что сказать именно в истинном правильном духовном пути духовном развитии есть счастье и это не гонка за материальными благами это точно ну все друзья хотя финансы они нам необходимы в жизни на этом пока друзья всем счастья здоровья крепчайшего и самое главное истинно я вам желаю познать истину все пока 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 истинно 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 а у истинно